31 мая по приглашению областного благотворительного фонда УМИД «Надежда» ребята с ограниченными возможностями из Степногорска совершили богатую на впечатление экскурсию по Щучинской Боровской курортной зоне и стали участниками праздника в детском оздоровительном центре «Приозерный». По возвращении домой праздник детства чуть позже продолжился еще и в отделении социальной помощи, куда к ним в гости пришел с подарками Аким Степногорска Ануар Кумпикеев. Самое главное вот это. Вот это вам чай попьете? С родителями, с учителями своими, с педагогами. С праздником, дорогие дети! Да, в защиту детей я тогда не смог приехать, а это уже подарок вашим педагогам. Здесь техника бытовая, принтер, да, у нас просили принтера, вот тоже. В честь праздника мы хотели бы вам внимание уделить. Развитие любого государства связано с детьми и с молодежью. Потому что вот как наш президент часто очень говорит, что «Баларамусов Базенбалаша Анас». Дети – это наше будущее, да, потому что детьми надо заниматься, их надо воспитывать, детей надо вкладывать в конце концов. Это очень выгодный инвестиционный проект. Дети, они полно отплатят и только будут вас радовать. Взрослым хочу пожелать здоровья, семейного благополучия. Дети в знак благодарности за заботу и внимание к ним продемонстрировали свои творческие способности, читали стихи, пели песни. «Ты бескрайняя стих нашей Родиной стала, Ты щедра к своим детям земля Казахстана, Ты давала куны слои целебные спи. Без тебя мне не петь, без тебя мне не жить». В комнате дневного пребывания дети под руководством соцработников и педагогов с удовольствием занимаются, с интересом проводят время. В рамках проекта «Счастливая мама, счастливый малыш» общественное объединение «Балапан» активно помогало женщинам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, оказывало им психологическую, консультационную и другие виды помощи. Своеобразным промежуточным итогом этой плодотворной работы можно считать и выставку, и подарочные фотографии, отразившие счастливые лица мам и их детей. «Оставляли мы ребят за праздничным столом с чаем и сладостями в уверенности, что этот островок счастья навсегда останется местом, где взрослые будут делать все, чтобы сделать жизнь этих мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями легче, интереснее и ярче». Игорь Тавренкл «Ырк말».